Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ты не можешь помочь всем, Рамис. Рано или поздно ты выберешь одного из них. Ты сам говорил, Рамис, что тебе надо набраться сил. Ты сам сказал, что не можешь показаться им просто так. Ты сам говорил, что нельзя начать новую игру, пока не закончена предыдущая. Разве не ты сказал, что пока не пришло время, нельзя выйти из игры? Ты говорил мне, что время поджимает, что ты не можешь сделать это в одиночку. Ты сказал, что надо набраться сил, а потом провести атаку. Ты сам сказал мне об этом. Ты сказал, что однажды тебе придется выбрать одного из них. Однажды, но не сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 Извини, партнер, Али не должен был быть здесь Но он может все испортить, если останется один Мы найдем ему няню на деньги, которые получим в ближайшее время Сегодня ты задумчивый Сегодня воплотятся в жизнь наши мечты Но самое главное впереди Отныне мы должны объединиться Все заявки рассмотрены Члены комиссии приняли решение Ваш родственник передал вам это? Какой? Дядя У меня есть шанс? Пожалуйста, ради меня Ради этого отеля По крайней мере, до того, как мы построим отель Ради Джана Я говорю, ради Джана Хорошо, у нас не получилось создать счастливую семью Но давай не будем портить жизнь Джану Тогда ради Омер Ради его сына Посмотрим Я называю победителя этого тендера Победителями становятся Эзель Байрактар Джингиз Атай и Эйшан Атай Компания Дантес Мы выиграли Поздравляем Поздравляем Отличная работа Спасибо за поздравление Поздравляю Поздравляю Если не можешь одолеть противника, надо пожать ему руку Кстати, где твой неразлучный друг с усами? Я бы хотел пожать и ему руку Разреши мне сказать пару слов Отлично Ты всегда можешь доверять мне Обещаю, что с этого момента я буду принимать активное участие в делах Кажется, обо мне забыли? Так не пойдет Я тоже в этой игре Разве не так? Спасибо Он опять какой-то странный Я так долго ждал этого дня Я верил, что он когда-нибудь настанет Мне не верится С вашего позволения Я отлучусь Поторопись Нам еще предстоит подписать протокол Забери ноутбук Забери ноутбук Забери ноутби Забери ноутбук МОТЩЕЦесИЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они. Это они. Они сделали это. Они. Это правда. Боже. Я видел это собственными глазами. Они это сделали. Я видел. Возьми, дядя. Мы используем это, когда придет время. А пока спрячь куда-нибудь. Вчера ты сказал, что она многое изменит. Теперь ты передумал? Я не могу держать ее в руках. Она обжигает мне руки. Они были моими друзьями. В ту ночь Эйшан была со мной. В ту ночь. Что это значит, черт подери? Мы давно знали об этом. Сначала они предали меня, сказав неправду. Потом ослепили меня, когда я увидел это. У меня перед глазами стоит картина, как Али убивает человека. Как я отдам эту кассету? Это будет недостаточное наказание для них. Если я буду мстить каждый день, не хватит жизни. Что мне делать? Отдать ее? Развернуться и уйти? Ты не собираешься уходить? Не знаю, дядя. Не знаю. Мы напрасно строили планы все эти годы. Неужели мы зря создали этого человека? Мы не знали одного, когда создавали Эзеля. Ты однажды сказал, что тебя приговорили к пожизненному заключению под этой маской. Но теперь Омер получил амнистию. Ты хочешь вернуться домой, выскользнув из клетки, в которую мы тебя посадили? Сейчас? Разве это возможно, дядя? То есть, неужели это правда? Кажется, нам еще многое предстоит сделать. Иногда охотники находят в лесу двух оленей. Их рога сплетаются, и они не могут отойти друг от друга. Поэтому они умирают от голода. Тот, кто сражается с противником долгое время, уже не может без него. Месть поглощает человека до самой смерти. Все кончено? Если это твоя цель, тогда можешь покончить с ней даже сегодня. И ты говоришь мне это, дядя? Разве не ты говорил мне, что нельзя проявлять милосердие? Я не тот, кто может сказать подобное. Я ничего не знаю милосердия. Я ангел-мститель. Если ты жаждешь крови, то придешь ко мне. А они твои ангелы-спасители. Ты должен спросить у них о дороге домой. Сегодня же. Тетя Мелиха? Мэр? Задняя дверь открыта. Продолжение следует... Мама? Мама? Он прочитал и теперь все знает. Мама? Тихо, не то он проснется. Сядь рядом. Он обезумел. Он был вне себя. Был так зол. Мы поругались. Он хотел пойти к ним. Мы очень устали. Давай не будем его будить. Кто остановит его, когда он проснется? Папа об этом знает? Нет, пусть лучше не знает. Что? Что с ним, мама? Он не говорит. Но человек понимает лучше, когда не видит. Он устал. Вчера на улице он споткнулся и упал. Почему? Он сказал, что временно потерял сознание. Я беспокоюсь за него, сынок. Мне страшно. Я переживаю, что с одним из вас что-нибудь случится. Я не в силах остановить вас. Я очень боюсь. Никто не попадет в беду, пока я здесь, мама. Папа работает? А когда тебя не будет рядом, что будет тогда? Возьми. Я сказал, возьми. Если что-нибудь случится с этим парнем, ты ответишь за это. Ясно? Ясно? Я не знаю. Я постараюсь убедить их не подавать заявление. Выходи. Я сказал, выйди. Не выйду. Выходи. Проблем захотел? Сейчас я покажу тебе. Подожди у меня. Выходи. Выходи, я сказал. Не хочу. У тебя с головой не все в порядке? Немедленно выходи. Выходи, говорю. Осталось только с ним возиться. Будто у меня проблем мало. Что я знаю о воспитании детей? Да ни черта я не знаю. Ни черта. Ну что ты уставился? Да плевать мне. В любом случае, это не касается меня. Меня это не касается. Закрыто. Заходи, заходи. Я сделал новую трость для Мелихи. Вчера она вышла на улицу одна и сломала свою трость. Красиво получилось. Я написал на ней имя старшего сына, чтобы он защищал ее. Но вы же защищаете ее. Мы живем небесконечно. Мы все смертные, Эзель. Почему вы так говорите, дядя Мумтаз? Только не говори моей семье. Они станут паниковать. Вчера, когда я отправился на поиски Мелихи, мне стало плохо. Как это? Легкое недомогание. Голова закружилась. Ну, ничего страшного. Мне показалось, что я слышал голос. Какой? Я никому не сказал об этом, чтобы меня не сочли безумцем. Мне показалось, что я слышал голос сына. Где-то около себя. Будто совсем рядом. Он сказал мне, папа, иди ко мне. Иди ко мне. С этим нельзя шутить, дядя Мумтаз. Вам надо обследоваться. Давайте сходим к врачу. Нет, не надо, сынок. Нет причин для беспокойства. Приходит время, когда все люди возвращаются туда, откуда пришли. И если время пришло, то никто ничто не изменит. Кто знает, может быть, там я встречусь с Омэром, смогу прикоснуться к нему, поцеловать. В детстве он боялся щекотки. И вчера я подумал, что если умру сейчас, то не смогу помочь семье. Но было здорово снова увидеть моего, моего любимого Омэра. Пожалуйста, не говорите так. Нет, я не собираюсь умирать. Не переживай. Но если мой сын еще раз позовет меня, я здесь не останусь. В этот раз я помчусь к нему. У вас крепкое здоровье. Вам рано думать об этом. Не бери в голову, сынок. Омэр больше не вернется. Я просто мечтаю, потому что хочу увидеть его. Эй, ты! Садись в машину. Садись, сказал. Не сяду. Садись, не то получишь. Тогда попробуй затащить меня. Это возможно, дети? Ты думаешь, сегодня возможно снова стать Омэром? Самое лучшее ограбление можно испортить, когда ты выходишь, а не когда заходишь. Преступники долго размышляют над тем, как войти в здание, но не думают о том, как выйти из него. Возможно? Это возможно? За такой короткий промежуток? Тебе надо выходить быстро, иначе тебя снова введут в здание. Я многому научился за эти годы. У меня есть кассета. Они угодят в тюрьму. Разве не так? Они трое угодят. Но есть четвертый. Сэр Дар выйдет чистым из воды. Эта кассета никоим образом не навредит ему. Он выйдет чистым из воды, если мы ему позволим. Но если мы предпримем меры... Сынок, скажи мне, ты вернешься домой? Вернусь. Тогда пусть шакалы уничтожат друг друга. Где они? Они зашли к парикмахеру? Хорошо. Сиди спокойно, не мешай ему выполнять свою работу. Эти звуки раздражают меня. Я не вынесу этого. Хватит тебе говорят. Но если я не... Не делай так. Ладно, как скажете. Не бойся. Я прихожу сюда 10 лет. И не припоминаю, чтобы он отрезал кому-то ухо. Эрен, подожди-ка нас в машине. Но я еще не подстригся. Иди, говорю. Что такое, дядя? Ты пришел подстришься? Я пришел провести небольшой тест. И почему ты пришел сам? По-моему, у тебя много прислужников. Ты имеешь в виду его? Он для нас умер. Одно время он был преданным малым. Это он брил меня, когда мы отбывали срок в тюрьме. Теперь, когда он так полюбил тебя, он будет стричь твою бороду. Парикмахер должен быть не только талантливым, но и убедительным. Давай я сделаю это за тебя. Ты знаешь, какой у голубя ошейник? Ты видел красноватые перья вокруг шеи у голубя? Как только ты наденешь ошейник, голубь не сможет никого полюбить. Но иногда голуби убивают друг друга с большой любовью. Они с любовью разрывают друг друга. Поэтому красный ошейник называют ошейником голубей. Так как вы любите друг друга, посмотрим, кто из вас наденет этот ошейник. Так как вы оба мои враги, я задам вам последний вопрос теста. Если один из вас умрет здесь, другой будет жить. Посмотрим, кто из вас любит другого больше. И кто из вас наденет этот ошейник. Отличные новости, дорогой. Ты сдал этот экзамен. Вот как. Значит, я заслужил удивительный дом в аду? Пока нет. Не заслужил. Я устраиваю экзамены своим ребятам. Ты этот экзамен сдал. Иди-ка сюда. Иди-иди, не бойся. Идем. Смотри. Что за черт? А это тебе подарок от меня. Что ты делаешь, дядя? Подожди. Подожди, подожди, подожди. Я сам догадаюсь. Ты следил за мной. Ты узнал, что это машина Сэрдара. Потом ты забрал кассету. И ты отдаешь ее мне, чтобы я убил Сэрдара. Я правильно понимаю? Ты хочешь, чтобы я отомстил за Умера? Надеюсь, тебе понравится твоя новая стрижка. Увидимся в гараже. Твой парень там. Мне надо забрать его до того, как они что-нибудь натворят. Тогда поторопись. Мы установили динамиты у входа. И подожгли фитиль. Теперь ничего не переиграешь. Неужели это происходит на самом деле? Неужели все скоро закончится? Скажу так. Вчера ты любил их. Сегодня ненавидишь. А завтра ты сможешь начать день без них. А как ты думаешь, дядя Эйшан, Джингис Али? Думаешь, я смогу попрощаться с ними навсегда? Сегодня настал этот день. Я не могу узнать всю правду о Сэрдаре. Я не могу собрать воедино эту головоломку. И если ты хочешь изобразить ад, то можешь упасть в него и пропасть навсегда. Лучше порвать картинку. А если Сэрдар ускользнет от них? Он уже ускользнул. Бьюсь об заклад, что он уже упаковал свои чемоданы. Адвокат Муамер? Ты помнишь адрес, который я оставил тебе на тот случай, если со мной что-нибудь случится? Так вот, я дам тебе новый адрес. Как только, все улажу. Постараюсь сегодня. Нет, не переживай. Все под контролем. Ладно. Как только мышка юркнет в норку, никто не сможет предугадать, из какой норки она покажется вновь. Тогда как Али найдет его. Он спросит у человека, который думает так же, как он. Ладно, поехали. Останься. Нет. Будь здесь, я скоро вернусь. Не хочу. Черт. Ты умеешь водить машину? Я научу тебя, если ты останешься здесь. Серьезно. Только быстро, я жду тебя. Зачем он отдал нам кассету? Разве непонятно? Он хочет, чтобы мы поставили Сердара на место. Рамис не хочет марать руки, поэтому решил, что мы убьем друг друга. Разве мы не хотим избавиться от Сердара? Сердар одно. А дальше? Рамис прав. Он, должно быть, сделал себе копию. Я у него в руках до тех пор, пока он владеет кассетой. И что мы будем делать? То, что ты делаешь всегда. То, что сказал дядя. Тэфик. Подожди снаружи. Тэфик. Будь любезен. Выйди. Нам надо поговорить. Мы свистнем тебе, если понадобится. Неужто это она? Почему ты не сказал, что Эрен был с вами? Отвечай, Тэфик. Я хотел сказать. Ты отвечаешь за него каждый раз, когда он вместе с Али. Ты понял? Не переживай. Я позабочусь о нем, как о родном брате. Я должен узнать первым относительно их планов насчет Сердара. Тэфик. Звони, как только разузнаешь. Ты понял меня? Понял. Али с Джингизом сейчас вместе. Должно быть, они говорят о нем. Если спросишь, почему я не рядом с ними, отвечу, что Джингиз не доверяет мне. Мы должны знать, о чем они говорят. Я не смогу подойти к ним. Значит, он считает тебя человеком второго сорта? Видимо, он обращается с тобой, как с собакой. Видимо, он считает, что ты сделаешь все, что он тебе прикажет. Эрэн. Иди сюда. Теперь кассета у нас. Нет необходимости ждать Сердара. Тэфо, ты снова. Тэфо, Тэфо, ну что снова? Я не официант, господин Джингиз. Я заслуживаю сидеть с вами за одним столом. Но, Тэфик, мы говорим о том, что... О том, что вы сделали с Омэром. Что? Застрели меня. Или позволь остаться. Откуда он узнал? Откуда он узнал? Я ему сказал. Ты... Ты спятил, Али. Из ума вышел. Ты уверен, что он не сдаст тебя? Расслабься, Джингиз. Может, это ты сдашь меня? А? Ты думаешь, что о таких вещах говорят с каждым встречным? Ты его не знаешь. Он может нам помочь. Али, 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 не будь ребенком. Давай я буду решать, кто кому поможет. Ты совсем из ума выжил? Он столько раз рисковал жизнью ради меня. А что сделал ты ради меня? Помимо того, что презираешь меня. Ладно. Ты спросил, я отвечу. Давай убьем его. Меня не волнует, как ты относишься к нему. Давай прикончим его. Эти времена прошли, Джингиз. Не тебе решать, кто должен умереть, а кто должен жить. Слышишь меня? Это забастовка убийц. Теперь мы сами будем выбирать мишень. Отныне мы будем устранять всех, кто будет мешать нам. Да здравствует братство убийц. Ты несешь ответственность за этого парня. Если он сдаст нас, я спрошу с тебя по полной программе. Не сдаст. Ты действительно хочешь быть в наших рядах? Ладно, как хочешь. Считай, что мы договорились. Хорошо. Хорошо. Надо поймать Сардара. У него есть копия кассеты. Но у меня есть одно условие. Все уладит он. Добро пожаловать, ты фиг. Попробуй вытащить меня отсюда. Что ты потерял здесь, Эрен? Ты не должен общаться с этим подонком. А с кем мне общаться? Скажи. С кем? Где мой дом? Кто моя семья? Ты? Ты, Эзель? Ты моя семья? Никто не знает, насколько это может быть опасно. Ты один. Я знаю, как... Эрен, наступит день, и у тебя будет семья. Али не сможет заменить тебе семью. Почему? Почему не сможет? А может, сможет. Не сможет. Он твой противник. Да ладно. Он твой противник. Но не мой. Ему можно доверять. Он храбрый. Никогда не уступает. Он любит меня. И он не оставит меня, как ты. Не оставит никогда. Брат Али похож на моего отца. Не похож. Разве твой отец... Смог бы убить человека? Али может. Он даже глазом не моргнет. Мой папа смог бы. Нет, Эрен, его убили, потому что он не смог выстрелить в человека. И ты не сможешь, потому что ты похож на своего отца. Люди не должны убивать друг друга. Может, у людей есть такое желание. Но они не убивают. Твой папа не смог. И ты не сможешь. Брат Али? Брат Али? Извини, брат, но я знал об Умере. Конечно, знал. Ты держишь меня за идиота? Дядя приставил тебя ко мне. Конечно, ты знал. А почему ты ничего не сказал? Ты можешь знать о проблемах в семье. Но ты не всегда говоришь об этом. Тефо. Я стал считать тебя братом, когда мы сели в поезд. Но почему я иду впереди, Тефо? Потому что я приглядываю за тобой сзади. Точно! Что происходит? Я знаю, что он из детского дома. Я хочу отвезти его. Скажи ему, пусть выйдет из машины. Эрен, выходи. Брат Али, выходи. Садись в другую машину, Эрен. Почему бы тебе не подумать о тендере на миллионы долларов? Сходи, отпразднуй. И оставь этого мальчишку мне. Ты считаешь, что делаешь ему добро? Ты хочешь сунуть оружие ему в руки? Хочешь показать ему, куда целиться? Неплохая идея. Может, ты станешь мишенью, а? Может, он станет мишенью. Нет, не переживай. Я смогу защитить его? Ты ослеп. Ему не нужна защита. Его надо защищать от тебя. И почему же? Потому что ты не тот, кем кажешься. Он считает, что тебе можно доверять, что ты человек, обозленный на весь мир, но способный защитить его. Я не думаю, что ты тот, за кого себя выдаешь. И кто же я, по-твоему? Ты можешь вонзить нож в спину тем, кого как будто бы защищаешь. Ты тот, кто может оставить человека без семьи. Что? Тебе что-то известно? Нет. Поправь меня, если ошибаюсь. Ты можешь выстрелить во врагов и с такой же легкостью прикончить друзей. Заткнись. Заткнись! Ты все сказал, да? Все? Предатель! Предатель! Почему? Ответь, почему? Почему? Оставь его! Отпусти! Орен, Орен, Орен! 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 Скажи! Скажи, Эзелю! Я не поеду с тобой. Я останусь с братом Али. Останусь с ним. Орен! Ты совершаешь ошибку, Али. Зачем ты это делаешь? Ты не поймешь. Но я снова стал таким, как прежде. Потому что я, Али, Щипцы. И отныне я стану старшим братом для него. У тебя кровь течет. У тебя тоже. А ты крутой. Если бы мы встретились раньше, ты бы стал человеком. Может, в прошлой жизни мы были друзьями? Нет, не думаю. Али! Субтитры сделал DimaTorzok До встречи, Али Щипцы Я не знал, что сложнее всего вернуться домой Надо доделать одно дело, чтобы приступить к другому Бахар, мы можем увидеться Эзель, почему ты спрашиваешь? Ты снова будешь говорить о разлуке? Если так, я не приду Приходи, я жду Я не знал, что так сложно сказать врагам Прощайте и воссоединиться с друзьями Дедушка! Как ты мой тигренок? Хорошо Куда ты пропал? Я подумал, что ты уехал Ты что? Я никогда тебя не оставлю Ладно, я понял Мне нужно остаться в машине Ты никогда не играл в такой час Что изменилось? Придется сказать тебе горькую правду, Джингис Я играл, чтобы ты стал моим партнером И теперь, когда мы выиграли тендер Я могу показать тебе истинное лицо Ах, вот как! Я подумал, что ты начал сдавать Никакой пощады? Никакой пощады Никакой пощады? Да Но у меня не осталось денег Я вложил все деньги в новый отель Я знаю Мы можем сыграть на нечто более ценное На что? Есть что-то ценнее денег? Есть Правда Я возьму Хочешь узнать правду обо мне? Правду, которую я скрываю ото всех Я Омер Или есть игра, в которой ты не хочешь принимать участие? Хорошо 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 Я... Убью, Омер. Играем на правду. Играем на правду. Дедушка, куда мы идем? В зоопарк, чтобы посмотреть на настоящих тигров. Круто! Надо предупредить папу. Я уже предупредил. Он разрешил. Помимо тигров, там есть львы. А еще есть волки. О, тьма тьмущая. Дедушка, мне больно. Мы играем в игру, тигренок. Давай, пошевеливайся. Дядя Али? Дедушка, мне больно. Замолчи, не то я задушу тебя. Дедушка, я хочу домой. Я хочу к папе. Отпусти меня. Он такой же мерзавец, как и ты. Я говорю о Джингизе. О твоем зяте. Вы стоите друг друга. Это безумие. Ты убежишь, как только прочтешь то, что написано здесь. Вот как. Интересно, что ты натворил такого страшного? Ты никогда не узнаешь. Эйшан, она знает о том, что здесь написано? И почему же она не убегает от тебя? Каждый день, проснувшись, я задаю ей тот же вопрос. Ты говорил то же самое об Умере. Ты сказал, я бы сказал ему бежать, если бы он был здесь. Ты помнишь об этом? Что делает тебя таким незаменимым, Джингиз? Почему люди не бегут от тебя, если ты такой плохой? Почему они выбирают тебя? Потому что я ничего не делаю взаправду. Все игра. Я еще не вырос, поэтому не могу причинить вред остальным. Я играю в игру. Никто не выбирает меня. Им просто нравится играть со мной. Я играю в игру. Не смотри Не смей смотреть, Изель Но я выиграл Я получил право узнать правду Забудь о правде, на что она тебе Давай забудем об этом, как будто ничего не было Давай снова сыграем Давай Давай сожжем правду Давай спасем наши жизни Давай бросим правду в огонь Сокрытие правды Преследует нас, как призрак Оно делает нас жестокими Мешает вернуться домой, к семье Надевает на нас цепь Проклинает и не дает быть Самим собой Давай избавимся от этой правды Давай, все очень просто Бросим ее в огонь, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сожгли правду Она превратилась в пепел Правда, правда Мы никому не причиняли зло Мы избавились от нашего прошлого Значит, мы свободны, как птицы Как я сказал, да? Прямо как поэт Ты выучил заранее? Нет, я талантливый Во мне умер великий поэт Прощай, мой старый друг Прощай, мой заклятый враг Прощай, правда Цердар! Осталось два шага Всего два шага Извини, я такой Ничего не поделаешь, Сердар Брат Али! Я сказал тебе ждать в машине Брат Али! Иди назад Иди в машину Брат Али! Брат Али! Брат Али! Брат Али! Где же я видел этого парня? Где же я видел его? Ах, вот. Ах ты, Али. Ну, Али. По чём шапки? По пять лир. Одну. Бахар? Он сказал, что я узнаю тебя, когда увижу. Я Элиф. Эзель мой друг. Да. Садись. Он рассказывал о тебе. Но ты намного красивее, чем я представляла. Я сделала это для тебя. Как красиво. Ты молодец. Тебе понравилось? У меня тоже есть такое. А откуда ты знаешь Эзели? Какая у тебя стадия? Четвёртая. Я выздоровела и вернулась домой. Я даже стала ходить в школу, но снова заболела. А Эзель? Он заплатил за операцию. Бахар! В операционной комнате очень холодно. Мама сказала, если я буду сильной и мне сделают операцию, болезнь больше не вернётся. Наверное, я выгляжу уставшей, да? Я не могу спать, потому что нервничаю. Но я буду сильной. Я буду бороться. И я смогу выздороветь, да? Я смогу, Бахар? Как ты? Как я? Эзель сказал мне, что однажды ты почувствовала себя лучше. Значит, это возможно? Возможно выздороветь, да? Мы можем выздороветь, да, Бахар? Да, мы можем выздороветь. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Какой вид отправки самый быстрый на мотоцикле? Хорошо, отправьте Алло Наши ребята видели, как он сел в автобус, следующий в Эмин-Оню Где машина? В конце улицы Ты останься Это не твои проблемы Ты не обязан делать это Но почему, брат Али? Я защищаю свою семью А что насчет Джингиза? Да к черту этого Джингиза Папа? Да, милая, это твой папочка Хотел услышать твой голос Я занята, я перезвоню тебе попозже Подожди, Ишан, подожди Я должен тебе кое-что сказать Что сказать? Я сейчас... Есть дело, дорогая Поэтому я... Папа, я занята Нет, послушай Это важное дело Я должен уехать Но я скоро вернусь Уезжай и никогда не возвращайся, понятно? Ишан, подожди Хорошо, говори Ишан, я тут вспомнил Когда ты была маленькая Я подбрасывал тебя и ловил Помнишь это? Ты никогда не боялась Всегда хохотала Потому что ты Папина маленькая девочка Скажи мне что-нибудь, Ишан Что-нибудь приятное Прошу, скажи Прошу тебя, дочка Скажи мне Я не могу сказать тебе ничего приятного Прошу тебя, скажи мне что-нибудь Даже если не веришь в это Папа Скажи последний раз, дочка Я люблю тебя, папа Я очень люблю тебя, папочка Я тоже Минуточку Давайте поговорим Сначала давайте поговорим Нам больше не о чем говорить, Сирдар Подожди, подожди Давай поговорим У вас есть мечта О чем вы мечтаете больше всего? А? Мечта? Есть Есть Мечтаю об этом Подожди, подожди минутку Хорошо, будем считать Что ничего не было Ты не похож на мерзавца Ты добрый Ладно Будем считать, что ничего не было Было, Сирдар Было Кое-что произошло Когда ты появился в нашей жизни Хочешь рассказать? Когда отправишься на тот свет Поговори с Омером Умоляю тебя Я не хочу умирать Не хочу Омер Я отомстил за тебя, брат Так и будешь молчать? Все кончено Моя игра закончена В какую игру ты играл? Ты играл со мной? Я могу отказаться от всего, Эйшан Если ты останешься со мной Я откажусь Я подумала, что я для тебя ловушка Так и есть Ты ловушка И я угодил в эту ловушку По собственной воле Что это значит? Скажи мне Отель Друзья Семья Прошлое И факты Я откажусь от всего Если ты останешься со мной И что с нами будет, Эйзель? О чем ты говоришь? Джингис не только изменял тебе с той женщиной Он заложил все, что у него есть Позвони и убедись Что значит все? Все Все, что у вас есть Отель, дом Звони Джингис Идем со мной Я откажусь от всего Если ты сделаешь то же самое А что будет с Бахар? А Джан? Что будет с Джаном? Они в безопасности Когда находятся с Джингисом Или со мной Пойдем со мной Они будут с нами И что мы скажем, Бахар? Скажем, что на этот раз Хотим пожить для себя Что в этот раз Мы хотим быть счастливыми Никто не поймет этого Кроме Бахар Она твоя сестра Ты просишь о невозможном, Эйзель Да Я прошу о невозможном Я умоляю тебя Я умоляю тебя Эйшан Пусть невозможное Станет возможным Откажись от всего Пойдем со мной Подожди Не говори ничего Жди меня Я приду за тобой Субтитры создавал DimaTorzok Человек не знает До последнего момента И я не знал Я встретил тебя Тринадцать лет назад И увидел невозможное В твоих глазах Я растворился в тебе Всей душой И мне Не хватает Невозможного Субтитры создавал DimaTorzok Эйшан Быстрее, сынок Поторапливайся Они отвлекутся на пять минут Мы должны успеть Брат Али Я больше сюда не вернусь? Вернешься Если только из ума выживешь А если я надоем тебе? Если ты прогонишь меня? А если я надоем тебе? Ты бросишь меня? Не брошу Обещаешь? Обещаю Тогда договорились Идем Брат Али Давай сначала заедем В одно место Папа Я пришел к тебе с другом Пап Теперь я буду жить с ним Ладно? Только не думай Что я теперь люблю его Больше, чем тебя Мой друг даст мне работу Я... Я люблю этого человека Он зажег во мне жизнь Но я все равно Люблю тебя больше Я хотел тебе сказать об этом Ну все, идем Ты ступай Я приду через минуту Делай, что говорят Я хочу поговорить С твоим папой Ты меня прости За то, что... У тебя классный парень Умный Смышленый такой Когда он вырастет Когда он вырастет Он... Он не будет таким, как я Даю тебе слово Я присмотрю за ним Я хотел сказать У твоего сына Теперь есть семья Может, это поможет тебе Упокоиться с миром Субтитры создавал DimaTorzok Ты знаешь, что делать Дело с Эрдаром закончено Тогда осталось сделать последнее, друзья Как мы организуем это? У меня есть приятель полицейский Я могу сообщить ему И он сделает остальное Позвони мне Когда я тебе понадоблюсь Приду раньше, чем ты позвонишь мне Я позвоню тебе, если забуду о совести Удачи Спасибо А что насчет меня? Не знаю Моему другу нужен ассистент Кто он? Он богатый? Симпатичный? Как я Но намного привлекательнее Его зовут Омер Кто он? Он хочет, чтобы ты осталась с ним Правда? Ладно, я согласна Но требую повышения зарплаты Эзель не повысил Может, Омер повысит О тебе я тоже позаботился Брат Когда полиция Арестует Али? Не позднее завтрашнего дня Я хочу остаться с Али Разреши быть там, когда приедут полицейские Я хочу быть с ним Брат, я говорю что-то ужасное Я знаю, какое горе он причинил тебе, но... Хорошо Будь с ним Позаботься об Эрене Пусть его не будет во время ареста Дай поцелую Брат Спасибо за все Тебе спасибо Эзель идем? Шебнем Зови меня отныне Омер Омер? Омер Эзель идем? Шебнем Зови меня отныне Омер Омер? Омер Эду Зови меня отныне Омер 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 И это не тот язык Я отныне Омер Я отныне Я отныне Омер Продолжение следует... Продолжение следует... Эйшан, я написал это письмо, чтобы ты знала правду. Меня зовут Омер. Я попросил у тебя о невозможном. Я потребовал у тебя себя. Я ухожу от тебя. Прощай, мой беспощадный враг. Прощай, моя любовь. Теперь я возвращаюсь домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай, тебе не сдобровать, если превратишь мой дом в свалку. Нет, я просто распакую свои вещи. Надо приготовить тебе кровать. Ты же должен где-то спать. Я буду спать наверху. Молчать. Тебе весело? Улыбка, как у чеширского кота. Да у тебя тоже. Знаешь что ты, Фо? Давай отныне будем более... Более... Как сказать? Что? Более... Умными, что ли? Давай разберемся с Рамизом. А потом сядем и поговорим. Но не все же время таскать с собой оружие, а? Да. Этот чертов Эзель. Этот чертов мерзавец. Теперь парнишка дома. Может... Может, и нам стоит заняться каким-нибудь делом. Ну, не знаю. Честным бизнесом, например. Брат Али. Слушаю. Я... Я постелю кровать. Постой. У меня отличное настроение. Давай откроем пиво. Корректор А. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Подарок от Сирдара? Посмотри, когда будешь один. Иди сюда. Потом распакуешь свои вещи. Эй, я к тебе обращаюсь. ТФО, закажи пиццу. Эрен? Это мой папа. Брат Али, это мой папа. Брат Али! Эрен. Это мой папа. Это мой папа. Подожди, не стреляй. Это мой папа. Эрен, опусти пистолет. Я тебе говорю. Это мой папа. Черт вас возьми. Эзель сказал правду. Эрен. Стой! Папа! Он хотел выстрелить. Брат, он хотел выстрелить в тебя. Эрен. 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 Вызови скорую. Вызови скорую. Эрен. Он хотел выстрелить. Эрен. 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 Я иду, папа Я скоро приду Он хотел выстрелить Рен, все будет хорошо Рен, все будет хорошо Рен Папа, я иду Рен, я иду Рен, Рен, Рен Рен Давай, Омер Давай, Омер Ты сможешь Мама Сынок Мама, я пришел Открой мне дверь, мама Я вернулся Твой сын вернулся Омер 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 Брат Рен Рен Он умер Рен Рен Умер Омер 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 Что случилось Омер 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 Дядя Дядя Отпусти меня Ради всего святого Отпусти меня Дядя Отпусти меня Тише, тише Еще не время Еще не время Ты нужен мне И на этот раз Для того, чтобы спасти жизни Людей Понял? Теперь я знаю Приблизиться Приблизиться Еще не значит Что все закончено Цена преследования невозможного Это получить не то, что ты хотел Откройте полиция Вперед Осмотрите все Теперь я знаю Цена обещания мести Это невозможность Вернуться домой Это убийство? Нет Суицид У парня было расстройство психики Он сошел с ума, когда убили его отца Полиция искала его Это было очевидно Эрен Карачам Вы его родственники? Эрен Карачам Давай Еще раз Он счастливчик Ты должен мне 200 лир Зашивайте Он будет жить? Похоже, что да Несмотря на то, что получил 11 ножевых ранений ЗВОНОК 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 Неужели это правда? Неужели это было на самом деле? Я это сделал И это сделал я Ладно Довольно Почему я по-прежнему дышу? Почему я по-прежнему жив? Он умер Тогда почему я жив? Это сделал я, да? Не только ты И что теперь будет? Что будет? Неужели нет никакого выхода? Есть Выход есть всегда Субтитры создавал DimaTorzok Ты не должен был умереть Ты не виноват Ты умер Потому что я ушел Прости меня, Эрен Я не мог предвидеть это Все мы Надо остановить не только его Всех Пока они живы Смерть будет повсюду Теперь я знаю, Эрен Теперь я знаю Свою судьбу Теперь я знаю Я думал, что спокойно смогу вернуться домой Глупый Омер Глупый Эзель Теперь я понял Я должен остановить их Я должен сделать все Чтобы остановить их Я должен это сделать Надо прыгнуть вниз Вместе с ними Мы все отравлены Я должен остановить Каждого из нас, Эрен Теперь я понял Я должен отомстить Не только за себя Но и за тебя Я не могу вернуться домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok